Молодого человека пытался спасти заместитель директора Курганского областного центра медицины «Катастроф» реаниматолог Валерий Лукьянов. Ему ассистировали заведующий отделением Курганского областного госпиталя для ветеранов войн Наталья Кныш и заведующий отделением Курганской областной психоневрологической больницы Ирина Сурикова. Все трое случайно оказались на борту самолета «Барселона-Челябинск». Огромная вам благодарность за то, что вы проявили самые-самые лучшие человеческие качества не только как профессионала, но и просто как люди, проявив свой гражданский долг. Как рассказал Валерий Лукьянов, во время полета Артему Чечикову стало плохо. Когда я подошел к Артему, я уже так позже узнал, что это Артем, его зовут, он находился в состоянии клинической смерти, кожные покровы были синюшные, зрачки широкие, сердечная деятельность и дыхательная деятельность не определялась. Я сразу начал реанимационные мероприятия, ко мне подошли на помощь мои коллеги, присутствующие здесь. Уже через две минуты сердце Артема вновь забилось. «Такой радости мы не испытывали никогда. Мы думали, ну все, парень будет жить. Тут подошел как раз капитан корабля, спросил, какая нам нужна будет помощь. Мы сказали, что нужна экстренная посадка. Ближайший аэропорт, он сказал, это Шереметьево, Москва, где-то будем через 20-25 минут». Решение о посадке было принято. Врачи попросили пилота о том, чтобы утрапа пациента встретила машина реанимации. Однако вместо нее ждали работники медицинской службы аэропорта без необходимого оборудования. Еще около двух часов, пока не подъехала реанимация, Валерий Лукьянов, Наталья Якныш и Ирина Сурикова боролись за жизнь Артема. А затем передали молодого человека в руки московских медиков. О том, что он скончался, узнали из СМИ. С близкими Артема встречались только на съемках программы «Пусть говорят». «В такой ситуации они полностью погружены в горе в это и сейчас собираются силами, чтобы разобраться в данной ситуации. То есть они полностью настроены на то, чтобы найти первопричину и в будущем, если вдруг случится такая где-то, упаси боже, еще ситуация, чтобы такого больше не случилось». Глава Зауралья вручил Валерию Лукьянову почетную грамоту правительства Курганской области. А Наталье Якныш и Ирине Суриковой благодарственные письма губернатора. Светлана Епифанова, Александр Менщиков, Светлана Пестерева, информационное агентство Курганру.